В своем выступлении глава администрации Эльдар Валидов рассказал о том, чем живет город. Поделился информацией о том, какие преобразования сейчас происходят и что запланировано на ближайшее будущее. Особое внимание он уделил вопросам благоустройства и развития села Энергетик. Многие сотрудники Кармановской ГРЭС проживают здесь вместе с семьями. В следующем году уже, как и обещали нашим жителям, мы уже заходим и сюда в Энергетик с республикаренскими средствами финансовыми, и в Банзю заходим. Здесь тоже будем делать инфраструктуру, но какие-то пешеходные дороги мы здесь еще, наверное, поговорим вместе, на встрече еще встретимся. Здесь были предложения, когда мы в последний раз встречались, и пешеходные дороги, и скамеечки поставили, чтобы наши жители могли и вечером проводить время, и с детьми отдыхать. В этом направлении тоже здесь будем работать. Заместитель начальника полиции отдела МВД России по городу Нефтекамску Вадим Шерифьянов рассказал собравшимся об основных способах дистанционного мошенничества. Только за минувшую неделю нефтекамцы перевели на счета злоумышленников порядка 4,5 миллионов рублей. Актуальным вопросом становится в последнее время, что у нас звонок поступает от якобы представителя оператора сотовой связи с предложением продлить договор услуг сотовой связи. Значит, звонят и говорят, у вас выходит срок действия сим-карты, продлевать будете, человек говорит, да, буду, и дальше начинается обработка человека. Значит, когда мы вам выслаем смс, пожалуйста, подтвердите, продиктуйте. На самом деле смс приходит о смене пароля на портал госуслуг. Профилактика пожаров, безопасность на дорогах и на водных объектах. С этими темами перед работниками Кармановской ГРЭС выступил начальник управления гражданской защиты города Ильдар Абдулин. Он еще раз напомнил о необходимости установки пожарных извещателей. Любое задымление, любое задымление, да, вот пристает вот такое. Ну, это сейчас помещение вот здесь большое, а в таких малых помещениях такой резкий звук. Но, скажу в практике, ни одна семья уже спасена вот за эти годы. Буквально сейчас внедряют в практику и два пилотных района и города в республике Башкортостан начинают применять с установкой GSM-мода. Данный сигнал уходит до пяти абонентов, то есть детям, родственникам, соседям. И буквально на той неделе уже спасена одна бабушка. Представитель военного комиссариата Руслан Ахмедханов рассказал о контрактной службе, а также о преимуществах, льготах, мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На данный момент увеличены единовременные выплаты при заключении контракта. Министерство обороны на сегодняшний день единовременная выплата при подписании контракта – это 400 тысяч рублей. для тех военнослужащих, кто будет принимать участие в специальной военной операции. От республики Башкортостан на сегодняшний день решением главы республики сегодня составляет выплата 505 тысяч рублей для подписавших контрактов. Все собравшиеся могли напрямую задать любые интересующие их вопросы. В частности, была поднята проблема дороги, связывающей нефтекамский поселок энергетик. Сейчас к нам ехали, да, и говорите, в поселок часто ездите. Состояние дороги вы видели. Что-то будет меняться, или сейчас будет уголка для меня. Данная дорога находится в пределах сразу трех муниципалитетов, в том числе Краснокамского и Янаульского районов. Вы, наверное, обратили внимание, что в Карманово асфальт был уложен, по-моему, в прошлом году, да, в прошлом году в Карманово саму, до, там, до моста, получается. У нас сейчас сложный участок остался в Янаульском районе, от Стелла и Янаул, где с границы Краснокамского района до, соответственно, до моста опять. Три километра, по-моему. Этот вопрос на сегодняшний день находится на интернете, и мы переговорили, мы уже разговаривали с главой Янаульского района. Он подтвердил, что на следующий год финансовые средства предусмотрены у них уже в бюджете на ремонт вот этого участка дороги. То есть, соответственно, от границы, еще раз говорю, Янаульского района, от Стеллы до моста. Встреча руководства города и представителей ведомств с трудовыми коллективами – это прекрасная возможность обсудить насущные вопросы, услышать мнения и предложения. Ксения Белалова, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник». Корректор А.Кулакова